В Риотове во все соцобъекты и жилые дома поддано тепло. Об этом сказал заместитель руководителя администрации Юрий Копцик. Напомним, наш город одним из первых подготовился к осенне-зимнему сезону. Во всех больницах, школах, детских садах топить начали еще в первой половине сентября. А уже к 26 числу подключили и жилые дома. Однако некоторые локальные проблемы все же существуют. На сегодняшний день остается пять проблемных домов на территории города. Проблемы все связаны с завоздушиванием стояков. Некоторые жители без уведомления управляющей компании, без согласования, произвесли замену на оборудование внутри квартир. На сегодняшний день по поступающим заявкам от жителей оперативно принимаются меры. Работает у нас круглосуточная сейчас горячая линия. В актовом зале лицея только ученики начальной школы. Узнают тему встречи и наперебой рассказывают страшные случаи из жизни. Кто-то видел, как горела машина, где-то ребята со спичками играли. В любой ситуации главное знать из нее выход, объясняет пожарный инспектор. Самое главное запомнить номер 01. На сотовый телефон этот номер не прозванивается. Нужно звонить 112. А вот справиться с огнетушителем ребята еще не смогут. Но им все равно интересно, потому что наглядно в таких встречах главное, чтобы школьникам было понятно. Требования пожарной безопасности и правила соблюдения в быту и в учебном заведении. Также проведение эвакуации. Как правильно эвакуироваться в случае пожара. Как правильно эвакуироваться во время пожара изучают не только школьники. Такие учения сейчас проходят и в садиках города. Это последний день месячника безопасности в школах. Но традиционно, говорят в МЧС, с началом отопительного сезона пожаров становится больше в жилом секторе. 38 команд на один кубок. Блеснуть интеллектом на турнире «Что, где, когда» приехали участники с разных уголков России. Среди них Анатолий Вассерман говорит, такие локальные соревнования даже интереснее, чем та же ТВ-версия игры. Игры в Реутове имеют очень давнюю и очень уважаемую традицию. И мне остается только радоваться, что эта традиция не прерывается. И что время от времени ее подкрепляют вот такими большими турнирами. Во время вопроса гробовая тишина. Главное отличие этой игры от телевизионной версии – вопросы не от зрителей, а от известных знатоков. Например, Равшана Аскерова или Бориса Бурды. А накал страстей даже больше. Здесь элемент соревновательности гораздо выше. Есть разные турниры, доходящие до 100 команд. И все происходит гораздо динамичнее. Обсуждение, сдача вопросов на бланках, формулировка ответа гораздо более четкой требуется. Что, где, когда проводится как на российском, так и на международном уровне и всегда в разных городах. Потому у команд есть возможность поездить по миру. Участником игры может стать любой. Главное, чтобы ума хватило. Анатолий Даньшин из Липецка. Сквошем занимается уже несколько лет. В своем родном городе он один из энтузиастов этого не совсем обычного для России вида спорта. Часто ездит в столичный регион, перенимает опыт. У нас в Липецке один корт. Пытаемся там тоже развивать сквош. Пока, как бы сказать, не очень большое количество. Но тоже пытаемся там развивать. У нас также и турниры провожу. Сквош – одна из наиболее интенсивных по физической нагрузке спортивных игр. Энергетические затраты в 2-3 раза выше, чем в теннисе. За час спортсмен сжигает до 1000 калорий. Игра идет до 11 очков. Основной принцип сквоша, как и в теннисе. Ударить так, чтобы соперник не отбил. Главное отличие – играют в закрытом помещении, а мяч бьют в стену. Спорт, скажем так, не зависит от погоды. Если люди, которые играют в теннис, они более привязаны к погоде. Там, когда можно поиграть на улице, когда в зале. Сквош можно играть в любое время года. В Риотове уже в скором времени может появиться специализированная секция сквоша. Все условия для этого есть. Два корта позволяют проводить регулярные турниры самого высокого уровня. Сегодня днем обещают кратковременные дожди и всего плюс два. Вечером станет еще холоднее. Минус один будет дуть северо-западный ветер около 4 метров в секунду. Это данные сайта Метя новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова